Дмитро Кучер Судил предыдущий бой как боковой судья, а сейчас поднялся в ринг Это тоже 12 раундовый бой Давайте смотреть Вот уж точно рефери один, наверное, из самых востребованных в Европе И в последнее время он каждый раз на все крупные матчи приезжает в Россию, в Москву Да и не только в Москве, он был в разных городах Он колесит по всем более-менее приличным турнирам, которые проводятся в Европе Авторитет его вызывают, авторитет непререкаемый Южноафриканский боксер Левша Несколько крупнее украинец и выше ростом Ну, чуть-чуть Еще раз скажу Дмитро Кучер здорово поднялся в последнее время во всех рейтингах И, наверное, это его в какой-то мере может делать фаворитом в этом бою Хотя, еще раз скажу Лунго Макабо боксер такой непредсказуемый С сильным ударом И давайте последим вообще, что он делает Мне кажется, так и будет Вот сидеть в засаде За блоком Выжидать 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 В надежде на один сильный удар Ну, уже второй раз мы видим Он пускает вот этот боковой удар Так вот страшно выглядит Но оба раза промахивается Причем довольно так прилично Ну, вы знаете Довольно-таки просчитанный Боксер Закураины И он очень мощный Он еще не вкладывается ударами Даже на 50% Наверное Также еще изучает соперника Хотя раунд заканчивается Вот так вот незаметно пролетел этот раунд Потому что уровень боксеров намного выше уровня Чем предыдущий парень Конечно Да и вес потяжелее Это первый тяжелый вес Здесь может произойти все, что хочешь Он непростой африканец Непростой Это видно по его замахам Очень непростой соперник у украинца Неожиданный Он активизировался в концовке Попытался выровнять бой Но не знаю, как судьи отдадут Скорее всего, украинцы будут сильнее Ну, это неважно, это первый раунд Все только начинается Тайм! Спасибо за просмотр! Я бросил его Не стоя в front Блина Надо быть низко И начнем с тела Работать телом Вдруг Начнем с телом Вдруг 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 Давай Давай Посадку Более Держи Более Два этажа. Начинается второй раунд. Сейчас я заметил в углу украинского боксера Дмитрия Кучера. В прошлом, в качестве секундантов, в прошлом очень сильный боксер, чемпион Европы Андрей Синепупов, который закончил свою карьеру и работает одним из ведущих тренеров Украины. Хорошее попадание с передней рукой Дмитрия Кучера. Полужесткий бой, довольно жесткий. Так, широко упирается в ринг Илунга Макабу. Но все-таки Куча растерегается соперника. Он уже испытал мощь и тяжесть кулаков южноафриканца. Поэтому нет смысла лезть на рожон. Надо быть очень осторожным. Ну, тем не менее, он идет вперед, хотя рост там выше. Героятно, такой его стиль. Боксерский стиль. Но здесь нужно что-то делать, раз уж соперник встал в углу. Ну, просто встал с поднятыми руками. Впереди тренер сказал своему подопечному Макабу, чтобы он не стоял фронтально перед соперником, больше двигался. Но он надеется вот на свой блок, на поднятые к голове руки. Даже вот в такие моменты, когда остается у канатов, может неожиданно ответить. Да, может ударить. Может ударить. Глунга Макабу. Так вот быстро заканчивается и второй раунд. Ну, потому что интересный бой. Интрига остается. Я в ожидании чего-то неожиданного, непредсказуемого. Если я еще, может быть, на первой минуте первого раунда как-то для себя отметил, что нелегко придется Макабу, то сейчас, я реально понимаю, шансы равны, совершенно равны. И даже, наверное, вот концовку этого раунда южноафриканец поддавил и даже напугал Дмитрия Кучера. Пошел размен. Неплохой раунд. Стоит будет отдыхать, Макабу. Все-таки садится. Смотрим то, что было интересного в минувшем раунде. Передней рукой достает соперника Кучер. А здесь вот эпизод, когда Канголейз остался так сознательно у канатов. Принимал на себя атаки соперника. И ждал момента, может быть, чтобы ударить неожиданно навстречу. Но так и не дождался. Там еще раз показывают панораму ночного Монте-Карло. Красивое зрелище. Но не менее красивый должен быть и сегодняшний вечер. Бои пошли по нарастающей. Этот бой интереснее, чем предыдущий. Я практически уверен, что третий бой, в котором Хабиб Алахвердиев будет защищать свое звание чемпиона мира, будет еще интереснее. Ну и Денис Грачев с Эдвином Родригесом. За такие уж деньги, за которые они выходят драться на кану миллион долларов. Они тоже покажут великолепный бокс. Ну давайте дождемся всего по порядку. Дергается, дергается Дмитрий Кучер. Он понимает, насколько быстр его соперник и насколько неожиданно он может контратаковать. У него резкий старт. Поэтому он держит руки на месте и так остерегается откровенно идти вперед. Вот здесь бы можно было уже вложиться. Он зашел все-таки на свою ударную дистанцию. Здесь-то нет смысла так вот. Средние силы ударов. Ну конечно, здесь зря тратят все силы. Смысла нет. Нет, не зря. Нужно бить наверняка. Ну я не буду кладываться вот здесь на полную силу. Вот так вот постоит, постоит в защите Макабу. И пойдет вперед, как вот он это делает сейчас. Ну тоже особо не прессингует. Так вот означает атаки. Но пока не пытается их до логического конца довести. Останавливается в какой-то момент. Тоже опасается. Сейчас неплохо. Снизу удар прошел, который Кучок почистывал. Вот этого ты и боишься. Кучер. Вот боковые удары пошли. Не застаиваться, не останаться у канатов. Ни в коем случае. Вы знаете, я думаю, что Дмитрий Кучер с боксерами такого уровня еще не встречался. Да, скорее всего. Он несколько растерян. Особенно в те моменты, когда его соперник атакует. Он всем своим видом показывает, что он нисколько не напуган. Он готов к бою, но читается в глазах. Некая растерянность. И все-таки пропускает он все больше и больше. Вообще, южноафриканский боксер, он не... Я бы сказал, он спринтер вот именно. Поэтому он не может атаковать, работать в таком темпе весь 12-раундовый бой. Потому что у него просто-напросто кончатся силы. Но он очень немного и неплохо пока умеет вакварировать. Но, может быть, даже этот раунд за ним. Это был хороший раунд, хорошо? Это все. Он не любит идти обратно, хорошо? Да. Дай мне воду. Я могу дать его. Да, да. Но немного более боди-шот. Нет одного удара снизу. Правый, левый снизу. Раз-два. Цепляй третьим ударом. Секундант похвалил. Извиняемся. Потеря сигнала. Бывает. Так вот, в перерыве Секундант похвалил Илунгу Макабу за то, что он сделал в минувшем раунде. Сказал, что ты выдал неплохую трехминутку. Молодец. Надо продолжать так же. Побольше атакуй. Не оставайся фронтально перед соперниками. Все будет хорошо. Но посмотрим. Подождем, пока восстановится сигнал. Ну, давайте пока по звуку анализировать, что происходит в ринге. Ну, трудно. Потому что в зал мы звук не получаем так же, как в картинке Андрея. Ну, все-таки хочется сказать еще, знаете, вот о тех боях, которые нам с вами особо интересны и которые нам предстоит посмотреть совсем скоро. Так вот, хочется оценить шансы Хабиба Аллахвердзеева. Ну, во-первых, он здорово растет. Вообще, а вот, картинка возобновилась. Давайте не будем отвлекаться пока. Половина раунда позади четвертого. Пошел вперед Макабу. Хучер стал левшом. Но Андрей Синепупов, тренер Хучера, попросил его не прилепляться к сопернику, когда он атакует два удара, а как бы продолжать третьим. Так он и говорил, не прицепляйся к нему. И он действительно становится чуть-чуть интереснее, разнообразнее, я имею в виду, украинского боксера. Вот эти моменты, которые сейчас мы видим. Он убрал мощные удары своего арсенала сейчас. Но стал больше попадать. Да, конечно. Не стоять у канатов ни в коем случае, не останавливаться. Потому что, если Макабу поймает в обмен, шлепнет так, что мало не покажется. Ну, представьте, из тех 14 поединков, которые он провел, он ни одного боя, то есть все бои он вышел из ринга раньше всего лишь раз проигравшим, а 13 раз досрочно победившим. Заканчивается раунд. Причем лишь одна победа, нокаутом техническим, была в подданном раунде в 11-м. А так дальше 6-го раунда не шло. В основном 2-й, 3-й, 4-й. Наверное, и этот раунд тоже за Макабу. Похоже, похоже. Он закончил его более активно, хотя мы не видели половину трехминутки. Ну, так можно доказаться. Ему аплодировали. Раунда он смотрелся совсем неплохо. Послушаем, что скажет ему сейчас тренер. Вообще, спокойно такой, уверенно в своих силах. Боксеры из Африки. Ну, вот, видим его атаку. Ну, скажу вам, что и у того, и у другого защиты все в порядке. Не привыкли эти ребята боксировать все раунды. Оба они ударные. Просто-напросто, как правило, один из них, как правило, второй всегда выходит из ринга, победив нокаутом. Ну, вот, последний бой Дмитрий Кучер провел все 12 раундов, когда вот завоевал вакантный титул WBC International. Так что, дистанция для него более знакомая, чем для соперника, который, еще раз скажу, всего лишь один раз дошел до 11-го раунда. Остальное все время было в начале боев. Все остальные победы. Так что, сейчас для него, по идее, вот после пятого раунда может наступить такая неизведанная немножко территория. И, ну, тут должно будет сказаться преимущество украинского бокса. Ну, африканец все-таки наращивает преимущество. Он уже откровенно пошел вперед. А сам бой проходит... Его дистанция, надо здесь что-то пытаться сделать. Сам бой проходит не в размене, а вначале атакует один, потом другой. Вначале один, потом другой. Так вот, как будто договорились они, кто когда бьет. Ну вот, в атаке. Учер снова у каната остался, африканский боксер. Так. Показывает, что... Обоюдно попадаем. Значит, почувствовал удар, прошиваем. Наконец-то начались встречные удары. Перестали бойцы атаковать по переменке. Просто дистанция сблизилась, и сейчас они боксировали на средней дистанции. И вот посмотрите, в этом бою побеждает тот, кто идет вперед. Боксер, который отступает, он проигрывает. Хотя на отходах можно делать все, что можно. Здесь такая ситуация, кто атакует, тот побеждает. Вначале атакует один и побеждает, потом атакует другой. И выравнивает бой в свою сторону. Может, он сейчас пытался пробить по туловищу, африканский. И посмотрите, как он активизировался на последних секундах пятого раунда. Попадает левым прямым, боковым, тут же вдогонку. Опасно, очень опасно для Кучера. Но тот пока идет вперед, так невозмутимо. Показывается видом, что он держит эти удары. И особого ущерба они ему не принесли. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Постоянный вопрос для боксеров-панчеров, которые не проводят много раундов в бою, выигрывают досрочно, могут ли они драться в полную дистанцию? Кстати, когда речь заходит Оголовкин, который здесь сидит в зале в первых рядах, его... Он не может драться до конца? Нет, каждый раз говорят, а может ли он драться до конца? Потому что падают все очень рано. На что Сан-Геннадий говорит, ну я же тренируюсь, у меня есть парень, не бывает. Я эту дистанцию проходил на тренировках и не раз. Поэтому для меня тут ничего страшного, неизведанного нет. Может, то же самое и может сказать африканский боксер. Во всяком случае, видимо, он пошел вперед, пытается атаковать. Кучер остался почему-то, долго стоял спиной у канатов, не пытался уйти, только вот сейчас переместился в центр ринга. Но несколько отдает инициативу. Ну, теперь вот, как сказал Андрей Шкаликов, настает очередь украинского боксера атаковать. Но с этим не согласен немножко Макабу. Снова отступает канатом украинец. Тут же услышал замечание из своего угла, не идти назад. И попытался исправить это положение. Быстрыми, легкими ударами так Макабу сейчас пытается раскрыть защиту соперника. И вот левым прямым пытался так выложиться. Ну, Кучер сейчас неплохо отвечает. Но нельзя, нельзя пропускать, потому что несколько сильных ударов. Посмотрите, как быстро атакует африканец. Вообще, у меня начинают нравиться все больше и больше. Я, кстати, изучил послужной список украинского боксера. Вот, это его 22-й поединок. Так вот, 20, точнее 19 из них он провел на Украине. То есть все, практически все у себя дома. Потом он дрался один раз в России. Ну, то же самое можно сказать и про Макабу. Но там бокс другой, извините, пожалуйста. В Африке бокс совершенно другой, намного сильнее. Так вот, и вот этот второй бой, свой предыдущий бой, Кучер дрался в США, и сейчас он дерется в Монако. Ну, то же самое можно сказать, изучил послужную списку Макабу. Дрался только дома, в Южной Африке, в стране, где он живет и тренируется. Сам он из Кавгар. Вот, единственный бой перед этим он провел здесь же, в Монако, в марте месяце. Выиграл убедительно в третьем раунде. Ну, и соперники у него были, ну, прямо скажем, не ахти. Очень много новичков, очень много боксеров, имеющих за плечами огромное количество поражений. Так вот, только один, Педро Отос, не знаю уж, насколько он силен, просто по цифрам он был достойный соперник. А все остальные... Да, все остальные абсолютно не впечатляли. Ну, тем не менее, бой получается довольно интересным. Соперники равны. Да. Ничего пока предсказать в этом поединке невозможно. Тем интереснее будет концовка. Ну да, интересный, очень такой напряженный бой, половина которого уже позади. В зале особенных страстей мы не слышим. Зрители так довольно спокойно наблюдают за тем, что происходит. Больше всего шума производят улы боксеров. Особенно вот Макар. Ну, как-то не решается Кучер атаковать очень жестко. Он же видит цель. Отошел, дал возможность атаковать сопернику. Знаете, чем все-таки Макабу выделяется в этом бою? Я не знаю, как считают судьи, но у него намного резче и мощнее удары. Если уж он бьет, так бьет на полную. А Кучер как-то вот так полубед-полуглазь. В 13 победах все 13 раз соперники падают. Раз-два, получилось раз-два в обратную сторону. Грамотный, очень умный боксер из Южной Африки. Да, у него нет такого большого опыта длинных боев. Но я вижу, что он нисколько не устал. И он что-то вот задумал, затаил. Он еще не показал свой главный козырь. Да, главный козырь у него сильный удар. Ну вот именно, с какой руки, под каким углом. Не лезь в ближнюю, держи дистанцию. Кричит Сикипупов своему подопечному. Но все-таки Кучеру нужно жестче встречать с дистанцией. Он стал медленнее, мне кажется. Медленнее. Но силы удара не прибавило нисколько. Он еще в начале попытался несколько раз жестко атаковать с пуговича своего оппонента. А потом перестал наносить тяжелые удары. Вот видите, насколько разная скорость нанесения удара у того и другого. Да, так почти толкает сейчас. Куча соперника не бьет. Поэтому, если даже он попадает, у соперника голова не отлетает. А у него-то отлетает как раз. Реже, чем... Опа! Попадает Африканец. Под концовку раунда, что творит. Попадает. Дунг сейчас Вольфников выручил украинского боксера. Остался он у канатов. Пропустил очень сильную атаку. Такое чувство, что он даже не понял, в каком он углу находится. Ну, потерялся несколько украинский боксер. Сейчас нам покажут. Наверняка заберем на повтор этого фрагмента. Остался почему-то у канатов. Не ушел в сторону. Ну, пропустил удар, и поэтому, наверное, я немножко обескуражен. Не спешат наши коллеги с повтором. Очень жалко. Я посмотрел с удовольствием. А я могу сказать, в это время, раз они держат такой план, не дают повтор. Знаю, что у них на местной телевидении идет реклама. Бой продолжается. Да, Дмитрию Кучеру надо реваншироваться. Седьмой раунд был явно в пользу его соперника. И вытащил он его только благодаря концовке на секунд за 20. Ну, очень впечатляюще. Он забрал все очки, которые не набрал со все три минуты. Я могу подсказать Дмитрию только атаковать чуть быстрее. Быстрее наверняка. Смотрите, он стал медленнее явно. Да он и, в общем-то, не был. Особенно быстрым не был. Но даже на фоне той скорости в начале боя, сейчас он стал гораздо медленнее. И зачем он наносит такие ненужные удары? Это, опять же, растрата силы. И соперник привыкает к тебе. Он чувствует дистанцию. Нужно наносить... Ну, может быть, не каждый удар. Естественно, мощный удар нужно готовить. Но их нужно наносить наверняка. Атаковал сейчас по туловищу африканец такой. Сумачный шлифов. Слышал, больше, чем увидел. Меликолепно. Левая снизу пробивает африканец. Он более разнообразнее и быстрее. Намного разнообразнее он стал. И быстрее. Вот, пожалуйста, мы говорили о том, что это неизведанная для него территория. Поздний раунд. А он смотрится лучше, чем в начале. Да. Я согласен. И хорошо защищается сейчас туловищем. Посмотрите. Отвечает ударом на удар. Да. Все-таки отлетает голова у Дмитрия. Не очень. Пошел вперед. Макабу пошел вперед. Посмотрите. Опять. Минута последняя восьмого раунда. И он смотрится хорошо. Неужели опять вырвет вот так вот явно в концовке эту раунду? Ну, по крайней мере, этот раунд он выигрывает. Посмотрите. Да. Он очень много ударов попал снизу своей сильнейшей рукой. И пусть они не несли такую огромную мощь, тем не менее, голова отлетала назад и, похоже, кровь уже из нос течет у украинского спортсмена. Да. Вот каждый раз к середине раунда африканец прибавляет, а кучер несколько теряется. Это даже видно по внешнему виду. Вроде бы он не снижает темп, так как дерется парень с характером, но, вот видите. Отодеть него. Отвечает на все удары. Макабу отвечает своими. Да. Он подарок. Такой размен, но... Размен, в котором последнее слово, как правило, за африканцев. Стой! Я не знаю, как менеджер и промоутер кучеры подбирал оппонента, соперника для этого боя. Ну, это вакантный титул. Подбирала WBC, скорее всего. Так как титул не самый значимый, скорее всего, они отбирали соперника. Это не предлагала федерация, необязательно. Они просто-напросто предложили, вернее, этому боксеру выйти в рынки. Я боюсь, что просчитались. Андрей, ну, боксер известный, еще раз скажу, он в марте очень хорошее впечатление оставил здесь же, в Монако, свое победу. Всего тринадцать боев. Не такого уж он известный. Тем более, он второй раз выезжает, да, из своей страны. Но этот рынок ему уже знаком. Четыре месяца назад здесь была одержана убедительнейшая победа. Дальше. 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 Вот вы сказали, что украинские менеджеры могли просчитаться, выйдя на такого боксера. А мне хочется сказать, что Макабу стоит приглашать сюда, в Россию, на хорошие вечера. Конечно. Потому что он действительно может составить реальную конкуренцию. Бесспорно, нашим лучшим боксерам он там весит. А их в этом весе у нас, я бы сказал, немало. Ну, основные, это, конечно, Денис Лебедев, это Григорий Дрозд. До сих пор Валерий Брудов, который еще не разобрался опускаться в категорию 79 или остаться… И вообще заканчивать или продолжать? Ну, вроде как, он собирается. Я недавно разговаривал с ним по телефону, Валера хочет боксировать. У него снова, посмотрите, быстро, точно, практически без размаха, но попадает африканец. «Что ты остаешься?» Кричат секунданты. Совершенно верно. Ну, Макабо идет как паровоз. Он все увереннее и увереннее с каждым раундом. Он идет на маленькой скорости, но его не столкнуть с дистанцией. Какой паровой каток. Да. Девятый раунд. Крайне редко два бьющих боксера доходят до этой дистанции. Но, что говорить, боксер очень хороший, первоклассный я бы сказал. И по сути они равны. Но вот здесь, похоже, Макабо начинает побеждать. Начинает вот эти последние раунды. Да. Он лучше. А видно, что устал. Устал Кучер. Если он был просто медленным, скажем, раунда два или три назад. То есть он был медленнее. Сейчас он еще и двигаться стал медленнее. И стал больше пропускать. Много стал пропускать. А это Макабо еще не очень-то вкладывается в удар. Просто разнообразнее, свободнее. Он не вкладывается в удары, чтобы не вымотаться. Вот он этими как раз средней силой ударами и начал побеждать. Еще в начале боя он махал несколько такими вот раз-два-три одиночными. А потом как-то поменял тактику. Немножко выждал, немножко вытерпел. И вот пошел вперед. На маленькой скорости. Много не атакую, но очень много защищаясь. Вот вам и спринтер. Посмотрите, как хорошо выгодит поздний каунт. Закончился девятый раунд. Впереди еще целых три. Или всего лишь три. О чем поговорить, я думаю. Иди сам бой. Сейчас Андрей Синепопов попытается внушить своему подопечному. Хотя, с другой стороны, если мы отметили, что кучер начинает терять скорости, начал уставать, причем быстрее, чем его соперник, то тут уже действительно становится опасно. Одними разговорами не поможет. Можно ли столкнуть? Это, конечно, может сделать грамотный психолог. Но если у боксера не осталось сил, да, и он отчасти разочарован в себе и не ожидал такого уровня своего соперника, то это сделать сложно. Вот еще раз нам показывают атаку африканцев. Очень удачную. Между тем, подошло время десятого раунда. Немного остается в этом поединке. И то, на что можно было надеяться украинцу, что именно во второй половине он будет выглядеть лучше своего соперника. А получилось наоборот. Все получилось наоборот, действительно. Макабу здорово смотрится вот в этих раундах. Начинает просто хозяйничать. Ну да. Он и психологически так раскрепотил состав. Гораздо свободнее, увереннее. Макабу вкладывался удар. Начал вкладываться, да. Даже когда он промахивается, его разворачивает. Ищет, ищет бреши, чтобы нанести вот этот цвет нокаутирующий удар. Вот после того, как Куча пропускает удары, он на глазах устает. Прямо как только он работает, все нормально. Как пропустил, прямо сразу устает. Половина раунда позади. Сейчас, наверное, вновь Макабу начнет свою атаку. Куча пока и скоростью не блещет, и ничего такого особого нового предложить сопернику не может. Тот уже понял его. Раскусил. И действует все свободнее и свободнее. Да, но его попадание, конечно же, очень сильно отличается от точных ударов Кучера. Нет, но то, что Дмитрий может еще попасть, конечно, шанс есть. Если он захочет этого, пока он не бьет. Он болтакует очень легкими такими, средними, даже до средней силы ударами. Вот вы видите. А его соперник из двух-трех вкладывается капитально. Под одним ударом. Заканчивается уже десятый раунд. Впереди... Да, преимущество Макабу все больше и больше. Бесспорно. Впереди нас ждут чемпионские раунды. Но Макабу лидирует, уже лидирует. Да, может что-то поменять, изменить Дмитрий Кучер. Но, скорее всего, ему остается только одно, если он хочет выиграть. Нокаутировать соперника. Ну, ближе к этому сейчас был соперник как-то. Очередной раунд не в активе украинца. Осталось всего 6 минут боя. Вряд ли что-то он сможет сейчас кардинально поменять. Ну, действительно, остается только надежда на удар. Да, хотели мы послушать, что же говорят секунданты в углу Дмитрия Кучера. А нам на фоне ночного на Монте-Карло представляют следующий бой, который для нас наиболее интересен, наверное, в сегодняшнем вечере. Хабиб Аллахвердзиев. Великолепный полусредний вес первого полусреднего веса боксер будет защищать свой тикл чемпиона мира. Кur'ярд зберпиона. Дмитрий 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 Кутер. бы в очередной раз сказать про даниила вандервилле удивительный человек судья он знает но по моему знает около 15 языков причем уже неплохо говорит о русском ну он знает эти языки в тех объемах и пределах которые ему позволяют общаться в ринге ну нет я не согласен фик он идеально знает во первых он бельгии свой язык французский английский бельгийцы себя еще несколько языков и немецкий итальянский так далее митя митя пытаются подбодрить подбодрить украинцы зрители болельщики но ему тяжело тяжело обычно всегда в таких ситуациях советую тебя все собрать последние силы и пойти вперед такой своеобразный навал ну да это бывает на последних сейчас пора это футбол начать делать но с таким соперником как мака будет очень опасно делать потому что он видит все он не теряет нить боя совершенно правильно сейчас делает дмитрий что пошел вперед понятно он усложняет ситуацию сопернику он может попасть то рискует посмотрите по риску и беспор одеваться некуда все совершенно верно и снова пропускает украинец еще еще крепкий парень дмитрий кучер но все-таки его соперник макабу сегодня сильнее по крайней мере пока до конца еще четыре минуты чистого боя к сожалению когда боксер раз пропустил но опять же я честно несколько другого боя ожидал ожидал от дмитрия так как у него большой процент побед досрочно ну соперника это вообще 100 процентов ну да я все-таки думал что он очень бьющий и я даже не думал что он будет таким углу искать чтобы мягким несколько медленно и бить в пол силы но если уж бьешь так нужно бить как его соперник но более близким был этот раунд чем предыдущий ну кучера остались три минуты для того чтобы все таки провести решающий удар я не думаю что макабу будет час все вкладывает тоже строить все тактику последнего раунда на одном накалутирующем ударе у него так все неплохо получается от добра как говорится добра не ищет а потом ты чанчеве . флашан заключительный раунд предстоит боксером теперь остается только встречать атаковать и встречать соперника и все удары до одного должны быть жесткими ну надо рисковать включить маленькой силы мощи вспомнить как это дело вот он пошел вперед все правильно делаю опускать только не надо справа нужно бить нет это не удары но медленно медленно и слабо пропустил встречный удар в зале же от аж если до этого кричали секунданты в том и в другом уходе а зрители за или за на самом деле поединок очень интересно с удовольствием посмотрел это двое который еще не закончился но все таки интрига остается потому что полтора минуты до конца а еще мы часто встречались с необъективным судействием но не будем сейчас не будем на это надеяться или вообще думать об этом ну вот все совершенно правильно делает дмитрий но нужно было это делать раньше несколько раньше еще раунды три назад начинать когда у соперника начал выходить вперед не давать ему это возможности уйти в отрыв ведь силы были как оказывается но если они остались сейчас самом конце поединка не решился атаковать или в левше пока менял стойку соперник уже вышел из угла не раз еще нормально вот два и не вижу но макабу надо поздравить с первым состоявшимся на самом деле его карьере я кстати хотел сказать это еще в предыдущем раунде но формально мы не могли этого сделать 10 секунд удар молотка ну ну что ж так поздно начало а где ты парень был до этого от полюса сказать похоже первое поражение украинского боксера мы не будем забегать вперед этот раунд он выиграл зрители аплодируют стоя вначале тоже пару раундов были равных когда можно было дать поведу в ту или другую сторону подождем что скажут судьи конечно на и много макабу мне понравился больше но у тех трех мужчин которые сидят у ринга у каждого свое мнение свои подсчеты один случай никто не высказывает пока такой явной радости как это часто бывает спокойный бой выдался для дмитрию но вы абсолютно правильно сказать что то что он делал поскольку раунд ведь мы часто наблюдаем когда боксер теряет вот очень много в бою и вдруг в последнем раунде у него начинает все появляться силы откуда-то берутся не хватало ведь сил это оставались просто не хватало эмоций может быть но мы же явно видели как скорость падала у него по ходу боя и все это списано на то что сила ставится все меньше и меньше вот она концовка самая концовка боя успел сейчас убрать голову чуть-чуть локоть подставить макабу а то летел страшный удар справа боковой смотрите хорошо защищается это африканец да и у того и другого защита все в порядке мы уже говорили но все-таки африканец был лучше защите в нападении ну вот нам показывают пояс серебряного чемпиона дабы люби си кучер уже стоит в центре ринга на американских рингах очень часто проходит призываю зрителей поблагодарить за хороший бой боксеров действительно бой был хорошим один дает ничью 115 113 115 114 да с минимальным преимуществом при одной ничьей 115 113 115 114 и лунга макабу все-таки вырвал эту победу ну трудно не согласиться с этими может быть и третий судья мог дать победу но это не очень важно главное что африканец продолжает оставаться непобедимым но правда почему победимым однажды ну я не беру в расчет этот первый бой когда в первом бою он проиграл андрей все-таки с тех пор всю дистанцию он проходит без поражений и вот первый бой который он провел до конца в ринге не смог нокаутировать своего соперника но тем не менее выглядел молодцом ну а дмитрию кучеру наверное надо пожелать все-таки больше целеустремленности в бою что ли больше агрессии он недоволен так вот внешне недоволен счетом но пенять должен только на себе вот так закончился этот поединок и теперь осталось нам посмотреть два самых интересных и самых для нас главных боя а